Доброе утро! Все едут обычно в выходные на уколы красоты, на маникюры, на педикюры. А я вот такая росомаха. Или еду на работу, или еду, значит, сейчас опять на иголочки, нервишки успокаивать. Не, я, конечно, не испугалась урагана. Дело совсем не в урагане, хотя стресса было много, ужасно много. Но, тем не менее, паника от того, что другой график, какие-то уже нерутинные проблемы, это все немножко напрягает и сказывается на нервной системе, естественно, не только на физической. Выпустила я старое видео. Качество, конечно, я помню, в 2005 году казалось такое классное. Но я думаю, что оно, конечно, стало хуже немного из-за того, что все-таки, вы знаете, на пленке оно было. И пленка все-таки не так, наверное, хранили мы, может, что-то там. Отодвинусь немножко от вас. Потянусь ли до педалей. Не, далековато. Ноги все-таки у меня короткие. А опять придвинулась. Казалось, помню, тогда, конечно, качество вообще. И записывали на диски. Я помню еще мы переписывали. Скоро здесь одна, а в России другая. Чего-то переписывали сначала один раз, потом другой раз. Ну, это с оригинальных. Такие маленькие тейпи были в камерах. Вот с них переписаны эти видео. Вряд ли, конечно, они вам интересны. Но это моя история. Это у меня самый был большой отпуск. После этого я, конечно, два раза ездила в Россию. После 2005 года. Еще два раза. Но 2005 год, вы знаете, это был мой первый отпуск. И мне дали тогда три месяца на фабрике, на Хлебной, где я работала. Без проблем. Конечно, оплачиваем был всего две недели. Остальное без оплаты. Но с сохранением рабочего места. Ну, я там была уборщицей, поэтому особо, видимо, не такой уж ценный работник. И мне дали. И вот я в Волгодонске, откуда я приехала, пробыла месяц. И, значит, на Урал к маме ездила. И там всех родственников и друзей по возможности встретила. И вот в этом видео у меня там застолье, где вот как раз я постаралась собрать и одноклассников, и родственников. Учителя мои были. Директор школы. Учитель химии. Наша классная. Вы знаете, все были. Это настолько вот памятный такой. Больше так вот не получилось как-то, вы знаете. Хоть я и приезжала. Но, во-первых, были короткие приезды. Допустим, если две недели у меня отпуск, то я теперь надо в Сочи на неделю. Потом ехать на Урал, дорога только займет от Сочи до Урала. Даже на самолете со всеми переправами. Получается там очень мало времени находить, 6 дней всего. И как бы не до гулянок. А вот именно в 2005 году у меня такая была эйфория, что я получила все документы, я смогла прижиться в Америке. И хочу вам сказать, да, там написали, что я какая-то чужая. На самом деле у меня было такое ощущение, что я уже не та. Мне все казались, вот мои родные, мои друзья, как будто из другой жизни. Кому как, видите, достается. Та же Америка досталась всем по-разному. Кому-то легко. Плакаться не хочу, но мне очень тяжело она досталась. Я как умалишенная старалась прижиться. Работала без выходных. Вот именно до 2005 года я работала без выходных. Работала постоянно, чтобы заработать деньги. Была такая возможность, там русская компания. Я завоевала авторитеты. Мне давали постоянно смены. Значит, пять дней на линии я работала, на хлебной. И в субботу-воскресенье по уборке этих линий я работала. Поточные линии хлебные. И этот отпуск, естественно, для меня очень памятный. Очень памятный. В плане того, что это, во-первых, уже 11 лет назад. Сейчас вот смотрю. Хоть и, конечно, трудно смотреть. Качество вообще странно, как все поменялось. Сейчас уже такое качество у нас. А тогда мы думали, ух, какая круто. Такие съемки крутые. Снимали эти видео. Изо всех сил интересно было снимать. Тоже надо было все это, знаете, там заряжать. Какие-то переходники покупать. Розетки не подходили для зарядки. Столько проблем, помню, было. Но что могли, то и записывали. Вот даже вот в этом видео. Там Уже вот пять человек ушли из жизни. Пять человек. И там мой первый муж. Анин папа. На видео тогда вот он как раз так совпало, что он был у родителей в доме. В гости, видимо, приезжал. Или, как говорится, продать хотел. Часть свою получить за дом. Я его пригласила на эту вечеринку. Вот он танцевал. Ну, хочу сказать, что дочь не получила никакого... Там показывали паспорт, где до сих пор штамп о нашем браке. Он так его... Ну, развод, что ли, не взял. Хотя у него была и жена, и дочка Аня. Вот там она тоже была приглашена. Тоже он назвал ее Аней. Но в браке он не состоял. И осталась печать у него только о моем браке. И вот то, что мы там показывали. Интересно, конечно. Но в прошлом году он умер. Очень много пил. Беспробудно. С молодости, кстати. Как я ни старалась. Искоренить это ничего не получилось. И вот так человек запился. И вот ему было 60 лет. Он умер. Ну, каждый выбирает свой путь, свою дорогу, свои возможности. Как говорится, уже все-то... Сейчас вот смотрю, думаю, ну вот... Все равно интересно смотреть. Там дядька, которого нет. Тетка там маленькая такая танцевала. Тоже уже ее нет. А такая танцуня. А моя мамуля корешочек. Вот она и не танцовщица. И такая, видите, упитанная. Но потихонечку, тихим сапом. Умничка. Золотой мой человечек живет. Все в таком одном ритме. Хотя стрессов у ней тоже много. Вот я все думаю, ну вот... Нет у нее вот таких паник. Нет такого страха, как у меня. Конечно, все думают, что я вот на иголки езжу, трачу деньги. Во-первых, это небольшие деньги. Я езжу в комьюнити, где сразу обслуживают 10 человек. Это, естественно, дешевле, чем к частному доктору ездить. Там намного будет дороже. Но дело в том, что я же, естественно, получаю и медицинское внимание. Какие-то медицинские препараты. Не только вот это занимаясь самолечением. Это как сопутствующее. Откуда? Вот я все думаю, ну откуда? Вот если взять по маме, она такая спокойная, хотя много стресса был. Какой-то страх. Откуда он? Или это уже такое современное заболевание? Как я поняла, вот многие подписчики об этом пишут. Но настолько я вот старалась, настолько мне трудно было вот этот учить английский, привыкнуть к американскому мужу, к американскому образу жизни. И я же поехала недобровольно, вынужденно, как говорится. Куда дорога была, как говорится, куда карта пала, туда и поехала. Но вот так она пала мне на Америку. Вот такой путь у меня произошел. Пыталась и в другие страны, но вот именно в Америку в тот момент мне была дорога открыта. И я никогда не мечтала, не хотела. И получается через силу... Нет, я не хочу сказать, что, конечно, меня раздражает. Мне очень практически все нравится в Америке. Несмотря на то, что здесь жить комфортно и хорошо, естественно, никто никогда ностальгию не отменяет. Ностальгия всегда остается. Где бы мы ни жили, в каких хороших странах, в каких лучших условиях, мы всегда будем скучать о том месте, где мы родились, о той стране, в которой мы родились. И это не отнять уже без этого никак. И вот этот страх, видимо, произошел от того, что вот эти усилия постоянно над собой, какие-то нечеловеческие, что ли, вперед, 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 помню, сначала три года нелегалом. Страх был, чтобы, знаете, все равно... Никто нас не искал, никто нас не гонял в то время, но страх все равно был, что мы нелегалы. Как-то все вроде и везде ходили, ездили, но опасались как-то немножко. И когда я вышла замуж, думаю, ну вот, лотерейный билет мне выпал, надо мне, значит, дальше двигаться, давай все документы оформлять. Все это было настолько сложно, потому что после того, как я была нелегалом, нанимали, конечно, лоера, по-нашему адвоката. Тоже я платила за все сама, за услуги. И периодически болела, попадала в госпиталь. Страховки не было, тоже платила за госпиталь. А то я сейчас такая смелая стала. Да, не заплачу, и ладно. Пол Америки не платят. А в то время хотелось же легализоваться, поэтому упорно платила все счета, все копеечки, чтобы не было никаких пробелов, когда придет время. И вот это желание получить грин-карту, которую я получила все-таки. И вот поехала в Россию в 2005 году с грин-карта, еще не была гражданкой. Счастливая. Вот сама собой была счастлива, что я столько преодолела и получила, допустим, то, что многие стремились к этому, ехали в Америку, мечтали об Америке, знали английский. Но вот так вот складывается, что многие не могли, многих я знала, и не могли получить грин-карту, найти пути, легализоваться. Многие так и живут нелегалами. Ну, если не нарушаешь законов, знаете, можно как-то и здесь жить, и нелегально. Никто не бегает, документы не проверяет. Конечно, даже я знаю, многие были нелегалы, попадали в тюрьму, в то время никого не выдворяли. так, чтобы это сейчас, может быть, построже в связи с терактами. Ну, в то время этого не было. И вот такое видео, конечно, которое трудно смотреть, и все думают, что, конечно, ностальгия есть, но она не пройдет, даже если я съезжу в очередной раз, повидаюсь, она никуда не денется, эта ностальгия. Все равно буду так же скучать. Значит, особенно очень тяжело уезжать. Уезжать, зная, что ты, когда еще приедешь, очень страшно от этого, что ты едешь через эти, летишь через океаны, не знаешь, когда сможешь снова вернуться, и сможешь ли. Вот этот очень сложный путь. Но я знаю, многие очень ездят, и часто, и легко к этому относятся. Но у каждого своя психика, понимаете, каждый, ведь даже дело не в деньгах. Деньги я всегда бы нашла поехать. Но вот именно моральный, вот этот барьер, стресс, я почему-то всегда приезжаю больная с отпуска, очень больная. Хожу потом по врачам, у меня все буквально разрушается внутри, все начинает болеть. Но все болезни же от нервной системы, все это знают. Ну вот так. Вот такая короткая у меня сегодня история. Про ураган уже не говорю, ураган уже прошел, что о нем говорить. Во всех штатах по-разному все произошло. А, кстати, Дэниел нашел там на крыше, оказывается, пять штучек у нас оторвало от крыши. Вот. Ну, этих, как их назвать-то? Они же состоят из маленьких квадратиков. Ну, говорит, сам приделает. Почему? Страховка, естественно, есть на том. Любая страховка начинает покрывать после того, как ты сделаешь какой-то определенный первый взнос, в зависимости от того, что ты пострадал, и страховка тебе, значит, назначит этот процент. Вот, допустим, Дэниел говорит, если бы нашу крышу пришлось всю менять, ну, если бы она пострадала больше, пришлось бы ее менять. То есть полная стоимость, допустим, крыши в среднем пять тысяч долларов, чтобы покрыть крышу, да, поменять. Страховка будет тебе это делать, но ты должен будешь заплатить примерно две тысячи долларов, две тысячи долларов, чтобы страховка тебе покрыла остальное. Допустим, три тысячи страховка доплачивая. Хотя ты каждый месяц платишь за страховку. Ну, вот такая система, такая система. То же самое со здоровьем. То же самое совершенно со здоровьем. Маленькие услуги медицинские, их невыгодно делать, потому что ты практически их делаешь за свой счет. Ходишь к врачам. Вот этот первый взнос, даунпеймент называется он здесь. Он вот сейчас увеличился из-за Обамакер. Если раньше у нас он был 300 долларов, то теперь у меня он полторы тысячи увеличился. За счет того, что малоимущие граждане имеют бесплатные страховки медицинские. работающие, работающие у нас увеличился вот этот первый взнос, даунпеймент и месячная оплата. Несмотря на то, что платишь каждый месяц, выгодно по страховке иметь, делать большие операции. Вот, допустим, как у Вини, конечно, вот он, если сделал одну операцию, да, он практически заплатил этот даунпеймент 6 тысяч, естественно, ему теперь вторая операция полностью покрывается 100%. Ну, вот такая система с ураганами, народ, который пострадал, если пострадал по-большому, то это выгодно, но все равно должны все первый взнос внести в страховку, чтобы она покрывала ущерб. Никто, ни одна страховка сразу бесплатно все покрывать не будет. Надо внести деньги, сумма процента зависит от того, сколько, какая страховка и насколько пострадала дом там, что еще там могло пострадать от крыши у дома. Так что забор, это все за свой счет, это совершенно невыгодно привлекать страховку, потому что ты заплатишь намного дороже, тебе станет этот первый взнос, чем ты починишь сам. Дэниэл решил ее чинить, конечно, сам забор и крышу, потому что если связываться со страховкой, надо пару тысяч отдать страховке и ждать еще сколько часов, пострадавших сколько, более серьезные пострадавшие есть, у которых и полдома там смято, смятку. Особо не разгонишься здесь получить помощь, все это, все это, вот, как сказать, ничего бесплатного нет, бесплатно ничего нет. бесплатно только та категория, которая вот по каким-то признакам, ну, некоторые, естественно, там не могут работать, естественно, больные, а некоторые добровольно выбирают путь, не работать, зачем работать, и доходы свои не афишируют, там, счета не откладывают, их не показывают, держат кеш, я так понимаю, и доходы, нет доходов, и постоянно, значит, оформляют, клянчат государство, помощь, и так приспосабливаются и живут. Ну, это не каждый может делать. Вот Дэниел был в армии, и все, но он тоже после армии, ну, не было у него серьезных повреждений со здоровьем. Что-то было у него с коленом, типа ранения, но он такой вот, видите, как говорится, бравый парень, и сразу тогда он ничего не оформил, не позаботился об этом, а теперь уже, как говорится, прости-прощай. Теперь он может иметь, когда он был безработный, и, конечно, он обращался под моим напором в ветеранскую эту компанию, но постоянно нужно было подтверждать доходы, а так как мы муж и жена, у нас один счет, и я всегда работала, слава Богу, дай Бог, чтобы еще могла работать долго, то, помню, его брали, но постоянно каждые три месяца он должен был подтвердить, что он не работает до сих пор, что он на бирже труда, что доход его маленький, и после того, как документы сдаст, прекращался прием к врачу до того, как подтверждение придет, что он нуждается. и так вот он, по-моему, полгода пополучал это, потом устроился на работу и сразу все ему отказали, естественно, в ветеранской службе. Все должно, конечно, надо быть, заботиться о себе, а он это вовремя не сделал и сейчас к этому относится наплевательски, поэтому винить некого в этом как есть, так уж есть. Ой, хотела что-то веселенькое вам рассказать опять. Не, я не плачусь, я не плачусь, у меня своя жизнь такая вот вместо косметических процедур еду успокаивать нервишки, чтобы нормально функционировать, работать, общаться с вами, с родными. Вот сейчас буду поворачивать, так что спасибо вам, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!